Ребята, сейчас я зашла к нам в группу и вопрос заинтересовал меня про сольфеджио. Там появился у нас педагог, который может поделиться с нами какой-то определенной темой. Меня лично, я даже не знаю, какие могут быть темы в сольфеджио. Это мой сын играет в пластелин. Но меня лично заинтересовала тема, он сказал, что надо развивать относительный слух у абсолютников. Я, честно говоря, не знаю, вот я слышу, ну что, я слышу либо ре бемоль, либо до диез, а это либо си бемоль, либо ля дез. Но мне common sense подсказывает, что если это бемоль, значит пусть будет два бемоля, ре бемоль, си бемоль, либо до диез, ля дез. Что, у меня большой выбор, что ли? Большая секса. Что его развивать? То есть, единственное, что мне нужно знать название большая-малая секса, там большая-малая секунда. Вот, но тем не менее, я вам хотела сказать, что я делюсь с вами сейчас разделом, называется playback. В каждой книге, которую я отксерила, ну я, наверное, часть только отксерила, еще не все. Я уже, честно говоря, запутала, что я отксерила. У меня головная боль не ксерит, ребята, ксерите, это я уже могу. Я не могу вспомнить, что я не ксерила. Ну что, каждый раз я должна идти обратно и смотреть, что я сделала. Потому что, когда я начала ксерить, я поняла, что ведь вас много, и вам все интересно. Если я буду только ксерить одну, как бы, часть этих экзаменов, то как бы остальные, ну, саксофон, теория, да, гамма. Я решила так в разброс, и как бы все были счастливы. А теперь я не знаю, что было раньше. Вот, но я просто хотела сказать, что если бы это не работало для учеников, я бы это не показывала. Я показываю то, что это работа. Потому что в России сальфетчо никому не надо. В России теория никому не надо, в России гамма никому не надо. Это просто те бичи, которые, так сказать, ну, так как, вы знаете, вот человек не хочет делать прививку, а ему надо. Он заходит, а вот ему там штаны снимает, или там, что там, руку обнажает. И он понимает, что надо, но это неприятно. Ну, вот, начинаем, например, с первого, с самого первого. Вот приходит ко мне такая Уси-Пуси, да, да, приходит там такая ученица. Ну, она, конечно, дун-дук. Я же не говорю про бенов, да, про каких-то очень крутых детей. Я играю, говорю, позиция до мажор, либо соль мажор. В английский си мейдж, джи мейдж. Правило объясняю. Все, всего, всего три нотки. Прям берешь так вот, один, два, три. И все, выберу только три нотки. Если ты начинаешь с трех ноток, мне кажется, ну, 65% сразу будут чувствовать себя победителем. Ну, вот си мейдж, я играю. Ну, хорошо кто-то сыграет. Я говорю, ну, такая же не была, четыре, да? Ну, а давай еще раз послушаем. И вот тут начинается. Можно немножко громче сыграть, можно немножко тише. Может быть, в том месте, где я повторяю щетку, замедлить, да? Вот, в принципе, значит, нужно понять, да, потом опять же, ну, даже если ты не попала в 65, значит, остальные 35, я прямо говорю, в какую сторону я пошла. Я прямо выравниваюсь. Это вниз, да? Ну, как бы рукой, я помню, рукой мне как-то здорово, мне нравилась рука. Вот, дальше, это все три нотки. Дальше, поехали, следующий уровень B. Она уже, как бы, довольна жизнью, она очень любит. Я только говорила, я называю это игры. Я даже не называю это альфеджио, плейбэк. Я говорю, хочешь игры? Я хочу. То есть, я не знаю, что это не игра, это по слуху. Но я называю это игры. Это какое-то должно быть, может быть, из-за того, что я из России, для меня это как бы, я помню, как все боялись. Поэтому называю тем словом, которое дети любят. Плюс это еще им нравится. То есть, вообще, для них это вот сэндвич, помазанный, там, не знаю, вареньем. Вот, плейбэк, опять же, последняя страница. Чем отличается B? Он отличается тем, что там уже скачки. Можно 1-3, можно 3-1. Ну, давайте G-мейдж. Соль-мажор. И что я говорю? Я говорю, эта книжка то же самое, но там появляется один очень, очень сложный момент. Я начинаю преувеличивать момент, как будто там, я говорю, ну, я не знаю, получится у тебя или не получится. Ну, как бы, ну, прыжки, это очень сложно слышать. И начинаю играть. И вы знаете, из-за того, что я говорю про прыжок, они сразу прыгают. Даже те, которые не хотели прыгать, они сразу. Я говорю, как ты смогла сделать? Ну, как? Я же не успела тебе ничего объяснить. Вот. Иначе прыжки вверх-вниз. Дальше. Поехали на первый уровень. А я первый не достала. Ну, ладно, я по памяти его сыграю. Там, получается, 5 уже. Потом там еще есть G. А, кстати, в белое появляется A minor. Вот, короче, в первом уровне 5 нот. 5, 5, 5. Получается и прыжки, и 3 позиции. Ну, как бы, ты говоришь, какая. Но там суть такая, что, значит, объясняешь, что начать можно только с первой, с третьей, с пятой. Тут же объясняешь, что самый главный, это аккот. А вторая, четвертая, ну, как ты прошел мимо. Ну, например, там, идешь в домик мимо, да, там, привет, там, Марина, и идешь дальше. То есть, Марина есть, но ты к ней в домик не заходишь. То есть, ты начинаешь на первой, третьей, пятой, на любой из них. И заканчишь на пятой. Да ты не можешь закончить, например, на второй. Sorry. Так, нельзя. Должна быть устойчивость в начале и в конце. Это тут же, как бы, эллиминирует, так сказать. Ну, в общем, исключает какие-то ошибки. То есть, если ты объяснишь, что можно, что нельзя. У нас в России же все возможно было. Можно так. Играешь. Что я сыграла? Какая-то бобракая. А тут получается позиция четкая. И уже правило есть, как в шахматах. Ну, и начинай играть, например. Все. Там, по-моему, все, пять ноток. Раз, два, три, четыре. Да, ну, опять. Вот. То же самое. Можно даже так. Можно так. И опять идешь, значит, идешь. Например, какую? Опять же, не все слышат. Они начинают снизу. Я говорю, хорошо. А в какую сторону мы идем? Вверх или вниз? Ну, почти все говорят вниз. Почти. Если не все. Вот, вот, вы знаете, если вы любите свою профессию, вот те, которые сразу, вы любите их меньше. Они и так уже любят. Любите тех, кто не понимает. Любите тех, кто не слышит. Их нужно окружить этим, такой подушкой защищенности от внешнего мира, что они не слышат. Они, им страшно. Им даже страшно рот открыть, что сказать. А вы им даете столько тепла, и нет, что они с вами не боятся. И потихонечку. Если, например, я разберу. Например, это вот эта мелодия. Так. Та-та-та-та-та. Если они не могут дойти до конца, я разобью. Значит, во-первых, объясню, какую сторону идем. Наконец-то мы решили, что вниз. И я даю из пяти три нотки. Та-та-та. Потом четвертую. Потом пятую. И вот эта пятая. Вот этот момент нужно. У меня девочка учится, вы даже не поверите. У нее на ушке такая маленькая коронка сидит, как такая буковка, ну как басовый ключ. Она одевает ее, и она слышит. Представляете? Она сдает экзамены. Вот это все она сдает по слуху. Кстати, я вчера ее выложила. Она и говорит. Какая смешная. Вот. Она и говорит. Так у нее она без этой коронки не слышит ничего. Представляете? И она сдает слуха. Я даже думала сказать судям, что у нее особенности слуха. Но поговорила с своей мамой. Мы решили, этого не делать. Пусть она сдает, как все остальные. Тут в Америке всех детей, которые не совсем обычные, им как бы их ставят жить с обычными. И тогда у них очень как бы хорошее будущее. То есть из того, что они тянутся за обычными, у них в конце концов как-то приобретается какая-то способность еще лучше слышать. Но как-то они начинают по-другому догадываться. В общем, она сдает. Она сдает. Она сейчас будет сдавать первый уровень. Как раз то, что я сейчас сыграла. На втором уровне, вот сейчас, вот на второй уровень, играю. Появляется у меня Ре минор. Я обычно делаю такой скачок, когда я делаю... Я даже не знаю, что так вот корпусом делаю. Мне это корпусом никто в России не делает. Это сложно будет объяснить. Значит, сначала скачок. И опять 10 сложно разбьем на три нотки. И они сидят подбирают. Самое главное, это пробиться. Есть люди, которые не получились, и все. Пусть они сидят и начинают несколько раз, хоть 10 раз. Это даже их процесс начинает затягивать. Фа мажор. Это сложно. Попробуйте сами повторить. Вот там, где скачок, я остановлюсь. Не все понимают, но потом приноравливаются. Дальше появляется третий уровень. Зуб, ты понимаешь, что если ты кричишь, ты уже не слышишь, что я играю. Появляются уже ритмы разные. G майнер. Значит, в G майнер я объясняю, что есть в себе моль. Не забывайте. Тут я пытаюсь быстрее себя, потому что тогда последовательность... Зуб. Он просто реально что-то хочет давать. Что ты уже хочешь сказать? Ну говори. Это все? Как мне кажется, уже... Это все слышали. Это уже все слышали. Ре мажор. Получается, тут получается скачок. А то, что легко, я играю быстро. Зуб. Зубочка, ну иди ко мне. Ну ты хочешь быть на видео. Ну пойдем на видео. Так. Вот разбиваю, говорю. Разбиваю по тем кускам, где скачки я делаю медленнее, а подряд быстрее. Вот это очень здорово помогает. Ну хорошо. Ну иди на свой профессорский стул. А, я же у него стул забрала. Вот, девчонки, что делать? Ну извини, мой котенок любимый. Так, четвертый уровень. Игры. Ну что, например, ре мажор. Опять, видите, скачок. Можно по две разбить. Джима. Все путают и путают нас. Те, у которых слуха... Получается так. Отначально, если дети, которые быстро идут... А потом бух, и потолок, и не могут. Это хуже всего. Лучше, когда они пытаются делать с самого начала. Вот если они с самого начала начинают пытаться, то вот это движение, у них постепенно пробивается лучше и лучше, чем у тех, которые идут вверх, а потом такое... Ничего не... Это они только... Такая апатия, такая депрессия. Вот видите, это уже посложнее. Но мы сидим, мы сидим и бываем даже одну такую мелодию делаем за урок. Это был четвертый. Ну и, пожалуйста, пятый. Я шестой не взяла, но уже, в принципе, уже достаточно. Она 11 минут. Пятый уровень. В пятом уровне уже появляется восемь. Вот, например, лям эй-мэджер. Ля мажор. Начинаю с пятой ступени. То есть получается либо первая, либо третья, либо пятая, либо восьмая. Должен разбить, а потом... Тоже разбиваем, разбиваем. Ля минор. Да, ну а на предыдущей страничке все это время, пока я с вами разговаривала, были клэпбэки. Ну, вот здесь, например, клэпбэк и плэйбэк совпадают. Мы сначала хлопаем эту мелодию, а потом играем. Начало хлопаем. Потом играем. В итоге на экзамене судья не будет с вами возиться там пока-пока-пока, ты не добьешься. Он играет два раза или три раза максимум. Интервал вообще один раз. Perfect fifth. Совершенно квинта. Один раз. Малая секунда. Вот, так что вот про сальфеджио, вот это я хотела сказать, что... Тут диктанты, к сожалению, не пишут. Я хотела, чтобы они давали диктанты. Я хотела. Но мне кажется, что вот в России что мне не нравится? Мне кажется, нужно убрать все, что отгоняет от нас учеников. Почему мы теряем учеников? Я вам скажу. И давайте я сделаю другое видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.